Уважаемые коллеги, у нас сейчас достаточно интересная ситуация. Очень много вопросов прислано в онлайн-режиме. Поэтому у меня такое предложение. Давайте, если у аудитории есть вопросы, может быть, я буду это делать через один. Вот один вопрос из аудитории, которая нас слушала на расстоянии, а второй вопрос из зала. Согласны, нет? Хорошо. Вот профессор Росиков Михаил Владимирович из Челябинска спрашивает, как Вы считаете, какова потенциальная роль эритропоэтина в генезе гематоэнцефалического барьера, принимая во внимание факт синергичности индукции синтеза эритропоэтина и ВИИДЖФ? Большое спасибо за вопрос. Да, действительно, эритропоэтин и ВИИДЖФ находятся под одним транскрипционным контролем. Гипоксия индуцибильный фактор 1 фактически запускает экспрессию и той, и другой молекулы. Другое дело, что продуценты этих факторов совершенно различны. Поэтому я не встречала, честно говоря, работ, которые были бы связаны с тем, как, например, продукция эритропоэтина напрямую влияла бы на состояние гематоэнцефалического барьера. Но с учётом того, что точно показано, что эритропоэтина, например, по аналогии, влияет на процессы, которые происходят в кулагогенных нишах костного мозга, где фактически такое же похожее микроокружение, можно предполагать, что он тоже будет оказывать влияние. Спасибо. Вопросы с зала? Валентин Иванович, пожалуйста. Уважаемый вопрос. Вопросы с зала? Большое спасибо за вопрос. Здесь нужно следующее, наверное, отметить. В первую очередь, когда мы говорим об ангиогенезе, уже сформировавшемся в зрелом мозге, достаточно часто говорят об ангиогенезе, который сопровождает явления, связанные с нейрогенезом. Даже есть работы, показывающие, что, собственно, ангиогенез, например, при обучении и при запоминании, индуцируется раньше, чем процессы нейрогенеза. Но в любом случае мы можем предположить, что они по логике должны где-то рядом друг с другом идти. С другой стороны, несомненные факты, свидетельствующие о том, что избыточный ангиогенез, например, при болезни Альцгеймера, это плохая ситуация, потому что это фактически замыкает порочный круг нейровоспаления в ткани головного мозга. Хотя здесь тоже есть свои нюансы. Например, несколько лет тому назад появилась работа, в которой было показано, что, строго говоря, нейрогенез в головном мозге, причем не в классических нейрогенных нишах, а вот как бы диффузно, например, в коре, при ишемическом повреждении головного мозга запускается именно там, где есть высокая проницаемость ГЭП локальная. То есть получается, что, скорее всего, именно в этих участках формируется микроокружение, способствующее развитию клеток. Ну, как бы запускаются процессы пролиферации и последующей дифференцировки. Поэтому можно полагать, что, наверное, на начальных каких-то стадиях болезни Альцгеймера избыточный ангиогенез с гиперпроницаемостью ГЭП носит, наверное, в определенной степени компенсаторный характер. То есть мозг пытается запустить процессы компенсаторного нейрогенеза. Но на определенном этапе, если это все, как по всем законам под физиологией, дальше развивается, естественно, приобретает уже некие негативные черты. В целом, можно сказать, что если нет повышенной проницаемости сосудов, то тогда выраженный ангиогенез должен играть позитивную роль для сохранения когнитивных функций. Не случайно сейчас доминирует точка зрения о том, что, например, лактат стимулирует работу головного мозга. И вот как бы известные призывы «run for your brain», то есть бегает для своего мозга, они имеют совершенно определенное обоснование. Лактат, который поступает в ткань головного мозга, стимулирует и нейрогенез, и ангиогенез. Но вот как не перейти эту грань, когда, значит, страдает ГЭП, здесь, наверное, никто пока не сможет на это ответить. Собственно говоря, над этим и бьются многие исследователи, которые изучают патогенез болезни Альцгеймера и вообще физиологического старения. Следующий вопрос. Предполагаемые или известные особенности становления гематоэнцефалического барьера у недоношенных новорожденных и особенности постнотального становления у данной категории? Большое спасибо за вопрос. Да, действительно, это тоже большая проблема в перинатологии. Значит, я уже сказала о том, что долго сохранялась дискуссия. Вообще, к моменту рождения человека сформирован ли уже ГЭП или не сформирован. Есть некая субъективность во всем этом, потому что очень долго и до сих пор изучаются барьеры ГЭП в основном, конечно, на животных объектах. А как вы прекрасно знаете, грызуны, мышка или крысок к моменту рождения это совсем не то, что человек к моменту рождения с точки зрения сформированности нервной системы и гематоэнцефалического барьера в том числе. То есть, фактически, только к седьмым суткам постнотального развития, например, крысяты приобретают свойства зрелости гематоэнцефалического барьера и некоторых структур головного мозга. То, что у человека вообще должно регистрироваться, например, в естественных родах, к моменту, так скажем, доношенности нормального рождения. У недоношенных гематоэнцефалический барьер имеет повышенную проницаемость, и он у них еще не сформирован полностью. И поэтому для них, например, действия очень многих веществ, которые потенциально для человека уже более в зрелом возрасте не будут оказывать никакого токсического действия на мозг, вот для недоношенных новорожденных по сравнению с доношенными, естественно, будут иметь свои особенности, и это токсическое действие будет проявляться. С этим связана и легкость интоксикации, развитие токсической энцефалопатии у недоношенных детей. С другой стороны, это вполне возможно имеет и некие другие моменты. Вот, например, мы сейчас изучаем особенности транспорта и продукции окситоцина у недоношенных детей, находящихся на разных видах вскармливания, грудное вскармливание, искусственное вскармливание. Оказалось, что, как бы всегда была большая загадка, как окситоцин, например, из молока матери может поступать в организм ребенка. Вот мы совместно с нашим японским партнером показали, что за это ответственны рейдж-белки в клетках эпителия кишечника и клетках гематоэнцефалического барьера. Так вот, скорее всего, у недоношенных, так вот, судя по результатам, высокая проницаемость гематоэнцефалического барьера в какой-то степени компенсирует потребность головного мозга в компонентах, в том числе в окситоцине и в других нейропептидах, которые могут поступать через вот такой патологически, в кавычках, повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера. Спасибо. Вопросы с зала? Пожалуйста. Александр Сеевич, да, пожалуйста. Как Вы обслуживаете гематоэнцефалического барьера на три типа? Типа болитный, горячий, холодный и фактический? Большое спасибо за Ваш вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день для болезни Альцгеймера случилось то, что практически все гипотезы, касающиеся ее возникновения, и в том числе многие подгруппы, которые были связаны с ее классификацией, так или иначе слились воедино. По аналогии я могу сказать, что практически то же самое происходит, например, с точки зрения молекулярного патогенеза болезни Альцгеймера. Очень долго шли дебаты, что есть болезнь Альцгеймера, токсическое действие амилоида, накопление тау-белка фосфорилированного, либо это кальциевый, допустим, дисбаланс в нейронах. Сейчас большинство исследователей сходится на том, что это все вместе, параллельно, и трудно выделить доминирующий компонент. Аналогичным образом, когда дискутируется вопрос, насколько значим воскулярный компонент в болезни Альцгеймера. Если сначала считалось, что порядка, условно говоря, 10-20% случаев болезни Альцгеймера так или иначе связаны с развитием каких-то дисциркуляторных изменений, сосудистой патологии в ткани головного мозга, то сейчас считают, что не менее 80% случаев болезни Альцгеймера так или иначе связаны с развитием церебральной амилоидной ангиопатии. И поэтому то, что не регистрировалось раньше аккумуляция бета-амилоидов в клетках микрососудов, оно поэтому не выходило на первый план. Поэтому я полагаю, что любые деления на какие-то подтипы, они, наверное, всё-таки носят очень сильно условный характер. Означает только одно, что мы не знаем всех остальных аспектов патогенеза. Вероятнее, всё равно очень большое количество факторов сплетаются в патогенезе, и выделить доминирующие очень тяжело. За исключением тех случаев, когда мы говорим, например, о семейных формах болезни Альцгеймера, когда доминирует генетический компонент как основной этиологический фактор. У нас очень много вопросов. Следующий вопрос тоже издалека. Имеются ли особенности редокс статуса у эндотелиоцитов гематенцифалического барьера? Если да, то в чём они выражаются? Большое спасибо за вопрос. Напрямую редокс статуса эндотелиоцитов, наверное, мало кто оценивал, но тем не менее логично предположить, что если в них очень высокое содержание митохондрии, и митохондрии являются основными источниками свободных радикалов вследствие феномена утечки электронов в электрон-транспортной цепи, ну и в силу того, что повреждаемые комплексы в мембране митохондрии провоцируют образование свободных радикалов, то можно предположить, что эти клетки имеют очень высокую продукцию свободных радикалов, и, соответственно, по логике они должны иметь одновременно и высокую антиоксидантную защиту собственную. Так, пожалуйста, вопрос. Исалов, да-да-да. Да-да. Спасибо. Большое вам спасибо за вашу середину докладу. Вопрос касается взаимоотношений с поиском темно-тенцифалического барьера и микрокаркуляции в логовом. Там стабилизировано достаточно получается обмен жидкости через темно-тенцифаляров, и в связи с этим заражен миогенный эффект, это эффект астрономного Бейлиса, если давление повышается, астрономный эффект повышает свой бонус, и в ответ на желание. Вот таким образом мы поднимаем эффективность этого эффекта астрономного Бейлиса с функцией гематрицифалического барьера. И второй тоже достаточно такой вопрос. Каким образом выражается взаимоотношение гематрицифалического барьера и эффективность корбининового сезона, который выделяет токсид азона, который является важным компонентом, и в реакции в логовом Бейлисе. Большое спасибо за вопрос. В отношении первой части. Как правило, все-таки гематрицифалический барьер представлен в сосудах мелких, это микрососуды, где мышечный компонент практически не представлен. То есть это фактически только слой эндотелия, перицитов, и дальше уже пошла астроглия, нейроны и так далее. Поэтому здесь вот об этих эффектах, наверное, говорить очень тяжело. С другой стороны, да, тонус сосудов этих меняется, вот как раз в том числе и за счет упомянутой вами продукции оксида азота, считается, что оксид азота продуцируется локально, и он, собственно говоря, один из участников как, с одной стороны, вазодилатации, которая в активных регионах мозга происходит, с другой стороны, оксид азота может играть негативную роль, когда превращается в пероксинитрит при окислительном стрессе, например, в участках нейровоспаления. Кроме того, здесь можно упомянуть еще о том, о чем я, в общем, не говорила, астроциты, которые как бы обволакивают фактически клетки церебрального эндотелия, они экспрессируют большое количество аквапаринов, белков, каналов, через которые проходят молекулы воды. И вот считают, что очень многие изменения тонуса сосудов могут быть связаны как раз с этими локальными движениями жидкости, и понятно, что это имеет совершенно определенный патогенетическую роль при развитии отека головного мозга, когда активность аквапаринов страдает. Вопрос насчет однородности гематоэнцефалического барьера спинного мозга. Вообще можно о нем говорить, да? И вот в отличие от головного мозга, где он разный, в спинном мозге как? Большое спасибо за вопрос. Я, наверное, все-таки затруднюсь на него ответить, потому что, честно говоря, мы не изучали никогда особенности строения барьера в спинном мозге, он, естественно, там есть, и по большому счету, вот в первом приближении он практически такой же, как вот стандарт, на котором я сейчас говорила, но какие-то индивидуальные особенности, нюансы, это, наверное, нужно отдельно посмотреть. Я боюсь ввести в заблуждение. Так, еще вопросы есть? Вы раньше подняли руку, кстати, Александр Александрович. Спасибо большое, Алла Борисовна. Очень интересный доклад, но вы можете его и в англоязычной аудитории докладывать, конечно. Почему-то наших российских конференций, корифеев не было, но не важно. Я хочу вот что спросить. Известно, что и болезнь Альцгейбера, и болезнь Паркинсона, и ишемические повреждения преимущественно доминируют в пожилом возрасте. Так? И есть такая параллель, что висцеральная патология, ведущая к эндотоксинэмии, в частности, липополисахарид, некоторые говорят, что он даже эти обрывки мембраны проникает через гемохранцепаридский болезнь. Вот токсическая теория здесь тоже прозвучала. Как вы считаете, не связана ли вот эта преимущественно возрастная патология с эндотоксиней? Большое спасибо за ваш вопрос. По большому счёту да, потому что с возрастом, во-первых, нарастают явления дисфункции эндотелия в целом. То есть репаративная способность клеток эндотелия снижается. Практически у многих больных, страдающих болезнью Альцгеймера, любой другой нейродегенерации возрастной, регистрируется снижение количества эндотелиальных прогениторных клеток в крови. Соответственно, это означает, что репарация повреждённого эндотелия, он у них повреждается у нас у всех большим количеством факторов, естественно, будет нарушена. В отношении эндотоксимии, ну вот, например, по помянутым вами липополисахаридам, значит, совершенно точно есть работы, которые говорят о том, что очень похожие события возникают везде, где есть барьерные ткани, ну, гистогематические барьеры и другие. В частности, например, на уровне кишечного эпителия, или, опять же, высокая локальная продукция лактата некоторыми видами микроорганизмов приводит к увеличению проницаемости интестинального барьера, и за счёт этого бактерии могут проникать внутрь, по крайней мере, токсины могут проникать в кровоток. То же самое может развиваться, например, на уровне уротелия в мочевом пузыре, потому что там тоже фактически тот же самый, ну так, с большим приближением барьер. То же самое в почках. Если мы вспомним строение почечного фильтра, фактически подоциты – это аналог астроцитов, которые своими ножками как бы окружают клетки эндотелия. И практически те же самые события развиваются. В отношении нейродегенерации, как проявления эндотоксимии, я бы сказала ещё и здесь, наверное, неупомянутый сегодня механизм, который сейчас активно обсуждается, это работа глимфатической системы головного мозга, которая должна очищать головной мозг от продуктов метаболизма. И там тоже очень много зависит как раз от работы эндотелиальных клеток и переваскулярной астроглии, потому что фактически по этим механизмам как бы идёт дренаж токсических метаболитов, например, в ночное время, во время сна, а затем они все выводятся через лимфатические сосуды. Поэтому, наверное, там интоксикация связана с аккумуляцией продуктов, накоплением продуктов обмена и очень слабой работой вот этой дренирующей системы. То есть не только поступление из периферии, но больше всего в ткани мозга остаётся то, что не должно там оставаться. Следующий вопрос тоже издалека. Какие факторы эндогенные и экзогенные рассматриваются в качестве возможных индукторов для стволовых клеток в постнотальном периоде, в частности, при ишемии ЦНС? Значит, если мы говорим о нейрогенезе, насколько я понимаю вопрос, то при ишемическом повреждении головного мозга основными факторами, которые будут способствовать стимуляции для перехода клеток из молчащего состояния в прориферирующее состояние, являются, во-первых, леганды ВНС, которые продуцируются повреждёнными нейронами, например. Во-вторых, это большое количество провоспалительных цитокинов, в частности, интеррекин-1-бета. Кроме того, это молекулы, которые могут вызывать, так называемый, рекрутинг этих клеток, то есть как бы заставлять их вступать на путь прориферации. Как правило, это тоже молекулы, которые продуцируются активированные микроглией или астроглией. То есть это провоспалительные молекулы. Спасибо. Ещё был вопрос из зала. Владимир Филиппович, пожалуйста. Владимир Филиппович, Большое спасибо за вопрос. Я правильно поняла, что речь идёт о микровизикулах, да? Мембранных микрочастицах. Мембранные микрочастицы, известно, что они являются либо продуктом погибающих клеток, которые блюбингуют и таким образом высвобождают пассивным образом компоненты клеточного содержимого в составе этих микровизикул, либо это экзосомы, которые формируются в клетках и тоже содержат микриклеточные компоненты, белки и даже нуклеиновые кислоты, и митохондрии. Увеличение количества липа – это результат не повреждения, но активации клеток. Допустим, многие клетки начинают блюбинговать и высвобождать мембранные микрочастицы, например, при стимуляции полиэнергических рецепторов. Допустим, АТФ вызывает, или аденозин вызывает активацию полиэнергических рецепторов. Вообще говоря, эти мембранные микрочастицы имеют несколько возможных патогенетически значимых последствий своей активности. С одной стороны, они обеспечивают так называемый трансцеллюлярный сигналинг. То есть они могут за счет того, что на их поверхности остаются рецепторы, которые были присущи исходной клетке, они могут взаимодействовать с флигандами или рецепторами на других клетках, но так как это было бы в пределах здоровой клетки. И таким образом вызывают, допустим, повреждения клеток эндотелия. Вот, в свою очередь, мы показывали, что лейкоциты влюбингующие высвобождают мембранные микрочастицы, которые экспрессируют CD38, это надлика гидролаза, несубстратным легандом которой является CD31, экспрессирующийся на клетках эндотелия. И когда микрочастицы взаимодействуют с эндотелем, они тем самым повреждают эндотелий. С другой стороны, считается, что это один из возможных механизмов так называемого горизонтального переноса генов. То есть, нуклеиновые кислоты могут таким образом распространяться в другие клетки организма. Третий возможный вариант – это так называемое донорство органелл. Года три тому назад японские учёные показали, что при ишемии головного мозга астроциты могут отдавать свои неповреждённые митохондрии повреждённым нейронам. И это осуществляется как раз в том числе за счёт механизма такой трансцеллюлярной передачи. И фактически это как бы донорство митохондрии, которое сейчас активно обсуждается как один из возможных путей, например, ликвидации митохондриальной дисфункции при той же ишемии головного мозга. С другой стороны, мембранные микрочастицы, если накапливаются в кровотоке, считается, что они являются причиной тромбообразования, потому что на их поверхности много фосфатидилсирина, а фосфатидилсирин – это молекула, которая является прекрасным субстратом для активации факторов свёртывания крови. То есть фактически это такая большая тромбогенная платформа, которая плавает в крови. И даже были данные по поводу того, что мелкие, например, капилляры почек могут обтурироваться накапливающимися мембранными микрочастицами при массивном повреждении тубулярного аппарата. Поэтому двоякая роль вот таких мембранных микрочастиц. Так, следующий вопрос. Это уже ещё один слушатель. Вот в практике наблюдается, естественно, при специальных исследованиях, что концентрация глюкозы в мозге ниже, чем в крови. Есть участие гемотоэнцефалического барьера в этом? Большое спасибо за вопрос. Да, как я уже сказала, в клетках эндотелия экспрессируются глюкозные транспортеры, в частности, глют-1, глют-4. Глют-4 под контролем инсулина может захватывать глюкозу. Но когда мы говорим вообще о концентрации глюкозы в ткани головного мозга, здесь нужно учитывать следующее, что, во-первых, с одной стороны, избирательность биохимической головного мозга заключается в том, что он предпочитает глюкозу, на втором месте кетоновые тела и лактат. Причём в зависимости от стадии развития организма вот эти предпочтения отличаются. Допустим, у новорождённых незрелый мозг любит больше потреблять кетоновые тела и лактат. Потом где-то в раннем постнатальном периоде переходит переключение, и головной мозг начинает преимущественно потреблять глюкозу. Поэтому, если говорить об измерениях уровня глюкозы, нужно делать сюда сноску, в какой период развития мозга эти измерения были проведены. С другой стороны, есть понятие гипометаболизма глюкозы. Это как раз характерно и для болезни Ацгеймера, потому что там развивается локальная инсулинорезистентность. И когда анализируется содержание глюкозы в ткани такого головного мозга, то там всегда есть признаки недостаточного её метаболизма. Спасибо. Ещё вопрос с зала. Мария Эдуардовна, пожалуйста. Мария, пожалуйста, пожалуйста, у нас будет молекулы синдиканы на время синаптических процессов, которые пришли в голову. Пожалуйста, Мария Эдуардовна, большое спасибо за вопрос. Я, честно говоря, синдиканом мы не занимались конкретно, поэтому я могу только сказать, что как любая молекула, которая стабилизируется на оптические связи, естественно, если будет недостаток экспрессии этой молекулы, то синаптические связи будут устанавливаться с меньшей эффективностью. Но здесь нужно учитывать, что вообще устанавливание синаптических связей зависит от большого количества белков, которые экспрессируются в клетках. В том числе они формируют так называемую посинаптическую плотность, платформу, которая замыкает фактически большое количество белков друг с другом в пределах синапса. Поэтому избирательная потеря даже экспрессии какого-то белка может радикальным образом не снизиться, не сказаться на эффективности синаптической трансмиссии. Но вот если в целом, например, постсинаптическая плотность будет нарушена, то тогда это приведет к неблагоприятным последствиям. Еще один вопрос. Рассматривается ли мелатонин как потенциальный регулятор функции проницаемости ГЭП? Большое спасибо за вопрос. Я не встречала работ, связанных с этим. Хотя здесь, во-первых, с одной стороны, эпифиз не покрыт гематонисфолическим барьером. Это как раз один из тех органов, которые не зависят от работы гематонисфолического барьера. Но по логике мы могли бы предположить, что, наверное, какие-то закономерности должны быть, потому что есть, несомненно, ритмы в работе гематонисфолического барьера. Это связано, например, даже с активацией той же самой глимпатической системы головного мозга в ночной период времени. Поэтому осторожно предположить можно, что мелатонин каким-то образом может с какой-то периодичностью влиять на проницаемость гематонисфолического барьера. Есть еще вопросы? Коллеги. Арсан Евгеньевич. Можем вам, Борис, благодарить за изучение договоров. Хотел бы сдачить в вашем докладе изучать модель и нахитарическую примеру. А насколько близки ваши исследования сейчас на демок и нахитаре и нахитаре аналоги и о искусственных тканях? Насколько близки ваши исследования к исследованиям искусственного человеческого болезня и нахитаре аналоги? Большое спасибо за вопрос. Я так могу сказать, что естественно одно из таких важных направлений в регенеративной медицине или даже больше в нейротехнологиях в целом это создание моделей в формате brain on chip. То есть это мозг на чипе. То есть фактически это такой искусственный мозг выращенный на ограниченном участке некой подложки который воспроизводит те или иные события происходящие в головном мозге. Если говорить о ГЭБе то чем мы сейчас занимаемся мы делаем модель нейрогенной ниши инвитро то есть фактически на модель ГЭБ мы наслаиваем другие клетки которые участвуют в процессах нейрогенеза но и с помощью методов оптогенетики экспрессируя фоточувствительные белки в клетках нейрогенной ниши воздействуя светом включая и выключая процессы деполяризации в этих клетках мы можем влиять на развитие клеток нейрогенной ниши в пределах этой модели. Если же говорить о том что можно ли будет вырастить условно говоря ткань головного мозга вот так вот и потом взять и пересадить для того чтобы достичь какого-то репаративного эффекта это маловероятно но гемотенцифалический барьер существует я здесь не рассказывала так называемые сфероидные модели ГЭП это фактически сделано по аналогии с опухолевыми сфероидами если взять и смешать просто вот те же клетки которые входят в состав ГЭП в определенных условиях они сами с собой начинают формировать сфероиды причем снаружи оказываются эндотелиальные клетки как бы они выстилают снаружи этот шарик затем идут перициты а в глубине например будет астроглия и фактически вот эти сфероиды их тоже иногда используют например для тестирования нейротоксических веществ так вот по логике например если мы говорим о том чтобы мы хотели перенести в ткань головного мозга допустим стволовые клетки чтобы они не были отторгнуты тканью и нормально интегрировались в ткань вполне вероятно что вот такие сфероиды могут являться некими капсулами или камерами для того чтобы осуществить такой перенос поэтому все эти исследования конечно где-то на грани стоят но это не означает что выращивание как бы модели ГЭП инвитера сразу решает вопрос получения там экстра ткани головного мозга если вдруг что-то случится у человека с собственными ресурсами мы идем просто по очереди да значит за счет каких механизмов повышается проницаемость ГЭП при хроническом стрессе есть ли особенности по сравнению с другими состояниями например при ишемии большое спасибо за вопрос но во-первых и острый и хронический стресс сопровождаются на самом деле резким причем так даже очень выраженным повышением проницаемости ГЭП мы сами сравнивали в эксперименте например острый стресс и мобилизационный как он влияет на проницаемость ГЭП показал что намного достаточно интенсивно перинатальный стресс связанный с сепарацией детенышей от мамы это одна из моделей депрессии тоже вызывает значительное повышение проницаемости ГЭП причем значительно выше повышается проницаемость чем например при перинатальном ишемическом повреждении головного мозга вот такого же возраста крысят. То есть это говорит о том, что при любом стрессе проницаемость ГЭП значительно увеличивается. С другой стороны, хронический стресс, конечно же, подключает те события, о которых мы уже сегодня говорили, это в частности нейровоспаление, и поэтому поддержание высокой патологической проницаемости ГЭП при нейровоспалении практически эквивалентно тому, что происходит при хроническом стрессе. Так, еще вопросы? Пока аудитория думает, следующий вопрос. Все издалека. Есть ли связь, как Вы считаете, между повреждением ГЭП и дефицитом витамина Д? Большое спасибо за вопрос. Я не встречала доказательств того, чтобы дефицит витамина Д мог бы напрямую влиять на проницаемость ГЭП, но если говорить о специализации клеток, которые так или иначе ответственны за формирование нейровоскулярной единицы и формирование гематоэнцефалического барьера, то нужно вспомнить о том, что механизмы, которые запускаются за счет гормоноподобного действия витамина Д, также могут участвовать в этих процессах специализации клеток. Поэтому в процессе развития ГЭП, наверное, это может быть актуально. Не думаю, что это будет актуально в зрелом мозге. Спасибо. Эритропоэтин синтезируется иглиоцитами. На нейронах эндотелиоцитах есть рецепторы для него. Какова его роль в регуляции структуры и функции ГЭП, в том числе и при патологии? Ну вот, уже был фактический вопрос, аналогичный. Я могу только предполагать, что эритропоэтин может влиять на проницаемость ГЭП, но вот напрямую таких исследований не знаю. Возможно ли изолировано изменение концентрации маркеров повышения проницаемости ГЭП? Если да, то как это оценивать? Изолировано. Изменение концентрации маркеров повышения проницаемости. Большое спасибо за вопрос. Если говорить о тех трех маркерах, которые я упомянула, GFAP, маркер Астраглия, NSE, маркер нейронов, и SPKM1 или CD31, маркер эндотелия, то, конечно, они могут повышаться в периферической крови и в ликваре одновременно. То есть мы будем видеть значительный рост концентрации каждой из этих молекул. Если же происходит испирательное повышение, то это может говорить только о том, насколько глубоко или серьезно повреждена ткань. Но, условно говоря, если первыми страдают клетки эндотелия, то понятно, что первоначально мы увидим значительный рост концентрации SPKM1 или CD31 в ликваре и в периферической крови. Повреждение астраглии переваскулярной, это уже следующий барьер, будет ознаменован ростом концентрации GFAP. Ну и в последнюю очередь, если уже будет повреждена ткань, собственно, с большим количеством клеток нейрональной природы, повысится NSE. Когда мы проводили исследование, насколько соответствует повышение вот этих маркеров, например, тому, как страдает ткань головного мозга у недоношенных новорожденных детей, то данные сонографического исследования, например, интересным образом коррелировали с обнаруженными изменениями концентрации этих маркеров. То есть можно было фактически по динамическим изменениям маркеров судить о том, насколько нарушена ликвардинамика у этих лебедишек. Спасибо. Еще вопрос. Может ли использоваться стромально-васкулярная фракция клеток для создания модели ГЭП? Спасибо за вопрос. Да, существуют попытки получения модели ГЭП с использованием самых разных клеток, в частности, используются мезинхимальные стволовые клетки. Кроме того, как бы вот я пропустила слайд, его быстро пролистнула, клетки, например, в костном мозге, которые являются, с одной стороны, предшественниками клеток эндотелия, одновременно экспрессируют молекулы, которые характеризуют собой перициты. Поэтому, по большому счету, клетки, например, костного мозга, они могут дифференцироваться до двух, как минимум, компонентов гематоэнцефалического барьера. И последний вопрос, коллеги. Есть ли конкретные результаты использования моделей ГЭП для оценки эффективности имеющихся и разрабатываемых нейропротекторов? Спасибо за вопрос. Если говорить глобально, как в мире обстоит ситуация с этим, то да, конечно же, очень многие модели ГЭП разработаны, и они тестируются в том числе для того, что используются для того, чтобы тестировать, например, на самых ранних этапах доклинических исследований, как работают те или иные лекарства-кандидаты. В нашем случае мы работаем совместно с нашими партнерами из Москвы, из Саратова, которые разрабатывают новые способы направленной доставки лекарственных препаратов в ткань головного мозга. И наши модели тоже достаточно хорошо в этом плане себя показали. То есть они могут тестироваться на этапе доклинических исследований. Если же будет отработана технология, позволяющая получать адекватную модель гематоэнцефалического барьера, но персонифицированную, то есть, допустим, используя индуцированные плюрипатентные стволовые клетки у человека, страдающего какой-то патологией, то вполне возможно, что можно получить персонифицированную модель ГЭП для того, чтобы протестировать, какие конкретные лекарственные препараты для этого конкретного человека смогут проникать, либо не смогут проникать через его же собственный гематоэнцефалический барьер, протестировать инвитро и только после этого назначить соответствующие эффективные препараты. Спасибо, Алла Борисовна. Я думаю, что вопросов очень было достаточно, много и достаточно. Коллеги, я не знаю, есть смысл даже сейчас как-то обсуждать. Мне кажется, мы получили огромное, вот я лично получил огромное удовольствие, прослушав эту лекцию, и, кстати, ответы на вопросы, по-моему, тоже показали заинтересованность аудитории. Надо сказать, что вот мне очень порадовало то, что отдаленные слушатели проявили такую активность, и вот один из вопросов был, а не взяли задаваемые вопросы из зала, чтобы их задавали в микрофон. Мы подумаем, как это исправить в следующий раз. Очень надеюсь, что как бы у нас получится, потому что действительно, ну, вот, наверное, это впервые, так вот получилась такая заинтересованность, благодаря и самой теме, и докладчику, настолько много, и действительно было несколько человек, которые задавали вопросы, что на самом деле для меня вот является очень важным индикатором ценности вот этих наших заседаний. Еще раз огромное спасибо, Алла Борисовна. Если у кого-то есть какое-то объявление, желание сказать, да. Кстати, Александр, пожалуйста. Просто в знак благодатности, Алле Борисовне, я хочу задать вопрос на четыре... А можно в микрофон тогда? Да. Как просить. Ах, да. Это вместо дискуссии, да. Акрасих Алла в виде четырех вопросов на тему о гематоэнцефалическом барьере. Альцгеймера болезнь теперь понятна? Нет. Лактат здесь амилоиду недруг? Когда как. Легко внесем про ишемию ясность? Ну да. А вот модели исцелят любой недуг? Нет. Спасибо. Спасибо огромное. Большое спасибо. Очень приятно. И вот такой неожиданный сюрприз. Правда, очень тронута. Но ради такой же затравки я еще хочу сказать, что лактат амилоиду может быть и друг. Потому что в очень маленьких пикомалярных концентрациях амилоид обладает кучей физиологических эффектов. И он способствует нейрогенезу, ангиогенезу, действуя вместе, кстати, с лактатом. И считаю даже, что, собственно говоря, амилоид во многом облегчает синаптическую трансмиссию. И, собственно говоря, скорее всего, поэтому белок предшественника амилоида метаболизируется в участках высокой синаптической активности. Поэтому все совсем неоднозначно. И я хотела бы поблагодарить всех за такое внимание. Еще раз Тимур Дмитриевич за приглашение любезное принять участие в этом заседании. И сказать, что вопросов гораздо больше, чем ответов. В этом, наверное, вся прелесть науки под физиологией. Спасибо. Я так понимаю, что болезнь из геймера на самых ранних этапах, это оказывается очень даже здорово. Это признак высокой интеллектуальной активности. Ну и вот еще пришло сообщение, не в виде вопроса, а в виде благодарности от южноуральских патофизиологов. В частности, вот от профессора Усикова Михаила Владимировича. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, следующее наше... Если нет больше объявлений, то следующее наше заседание состоится, если я не ошибаюсь, 19-го, да? 19-го числа. Просто следующий докладчик, он уезжает в командировку, а уже у нас так все было запланировано. Это будет доклад, посвященный уже вопросам онкологии. Докладывать будет старший научный сотрудник Панченко Андрей Владимирович. Он работает в НИИ Петрова. Собственно, вот это давно мы тему онкологии не слышали. Я сейчас не воспроизведу точную тему доклада, 19-го. Будем надеяться, что в нем меньшем составе мы соберемся. Спасибо. 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 Спасибо.